Музыка Ежегодно ученые подводят итоги своей работы. Среди изобретений лучшими выбирают не только самые необычные, но и полезные. Объединить самолет и автомобиль пытались еще в начале прошлого века. Изобретателю из Словакии удалось воплотить эту задумку в реальность. У этой летающей машины по бокам складные крылья, а в хвостовой части встроен пропеллер. На шоссе автомобиль может разгоняться до 160 км в час, а в небе до 200. По размерам изобретений не больше обычной машины. Оно оснащено автопилотом и парашютной системой спасения. Чудо автомобиля уже запустили в продажу. Правда, кроме обычных прав, покупателю понадобится еще и лицензия пилота. Благодаря новому изобретению ученых, прививок можно больше не бояться. Теперь вместо укола достаточно наклеить на кожу пластырь. На нем находится много маленьких иголок, через которые проникает лекарство. Как показали эксперименты, пластырь оказался намного эффективнее, чем инъекции. В отличие от ампул, его не нужно хранить в холоде. К тому же процедура вакцинации становится быстрее. Вместо поликлиники достаточно зайти в аптеку. И что самое главное, вакцины смогут доставлять в беднейшие страны, в которых местное население никогда не прививалось. В список полезных изобретений попала и умная сковорода, настоящий помощник на кухне с датчиком температуры. Она контролирует весь процесс приготовления, а вам отправляет уведомления на телефон. В нужный момент сковорода сообщит, что нужно перевернуть мясо, добавить ингредиент или уменьшить огонь. Чтобы блюдо получилось идеально с первого раза, достаточно выбрать рецепт в телефоне, подобрать ингредиенты и начать готовить. А 13-летний Шубам создал принтер Брайля из конструктора Лего. Парень решил помочь слабовидящим людям и разработать бюджетный вариант устройства. Тут и пригодился конструктор. Средняя цена на принтер Брайля – 2000 долларов. Изобретение Шубама в четыре раза дешевле. Ученые уже назвали его одним из самых нужных. Сейчас Шубам разрабатывает дисплей для незрячих. Его проекты заинтересовали гиганта в мире информационных технологий – компанию Intel, которая готова их полностью профинансировать.